Отряд рукокрылых, хироптера, ну и делают два клипа. В этом клипе вообще их особенности, да, и отдельные виды уже в следующем клипе. Но основная особенность рукокрылых то, что у них есть крылья и они летают, это летучие мыши и тому подобное. Задние конечности вывернуты так, что колени обращены к верху, тоже такая особенность у них. И вот эта самая эластичная летательная перепонка между плечом, предплечем, пальцами, боками тела и задними конечностями, на которых летают. Обычно они имеют также длинный хвост и довольно крупный вообще говоря мозг. Большой у них мозг и они по ряду признаков близки к приматам. Вот возможно какие-то наши предки, такие еще предки обезьян и летучих мышей одновременно. Вот часть из них стала летать, а другая вот часть стала обезьянами. Молочные зубы у них, у детенышей уже в первые часы жизни. Зубная формула 38 зубов, самая полная, ну у некоторых 20 зубов. Достаточно походит устройство зубов на наши, то есть нижние резцы довольно мелкие, клыки правда у них большие. Коренные зубы у них тоже как у нас имеются, маляры вот эти самые, да, которые у нас первые же портятся. Обычно у них срастаются седьмой шейные и первые грудные позвонки и имеется киль в принципе как у птицы на грудине, но это все приспособление к полету. Сильно развитые ключица и лопатка, локтевая и часто малая берцовая костью рудиментарные, конечности пятипалые у них. Как правило нету у них, у них есть острый изогнутый коготь на большом пальце, а на остальных когтей нет. Вот иногда может быть маленький коготь на втором пальце. Мускулатура мощная в районе крыльев, то есть вот крылья, да, требуют серьезные затраты для полета, поэтому как и у птиц, у них все мускулы в основном в крыльях, остальное все слабое. Ну в принципе больше ничего так особенного им и не надо, то есть он летает и ртом захватывает насекомых, больше в общем ему не надо. Ему надо еще ноги, чтобы держаться просто за пещеру, когда спит. Поспать они тоже любят. Ну вот опять же, мускулатура и устройство костей в основном все приспособление к полету. Пожалуй, я даже не буду подробно там, допустим, перепонка вот эта развитая. У них два типа полета. Грибной полет, когда он как бы вот гребет. Естественно, замедленное кино снимали и выяснили, как он конкретно летает. И также у них есть порхающий полет, когда он вертикально над чем-то держится, ну в общем как у птички. В отличие от птиц, они не могут длительно парить. Они иногда могут парить в воздухе ненадолго, а вот птицы они могут парить прямо долго и на полете даже могут там пролетать большие расстояния, просто вот как планер птица. Вот к сожалению, летучие выше так не могут, поэтому на большие расстояния перелет у них затруднен. Нужны большие затраты мускульные. И соответственно, там надо все время каких-то насекомых есть. Здесь так вот в небесах, как журавли, мы никогда не видели, чтобы косяки летучих пышей над нами пролетали. Такого мы не видели. Но у них разные уровни приспособления к полету. То есть самые древние крыланые и кожановые, у них широкие крылья. Крылом они могут круговые движения делать, у них уши большие и стороны торчат. И множество других приспособлений нет, поэтому они медленные и маломаневренные. Но современные кожановые более развитые. На лопатке есть вторая суставная гиалиновая поверхность, на которую опирается богор плечевой кости. Ну и самые совершенные это длиннокрылые, у которых концы крыльев длинные, заострены на концах. Ушные раковины маленькие. За счет длинных костных шпор у них образуется тормозной мешок, и длиннокрылые очень быстро летают. Также складчатогубы, они имеют большие ушные раковины, но они срослись над лбом. В результате уши при полете не мешают, а наоборот рассекают воздух. То есть уши так сделали, что они наоборот воздух рассекают. Уши это главное, что млекопитающим летать мешает. Кроме того, лопоухая голова у этих складчатогубов отделена от туловища выраженным шейным перехватом. И на длинной шее голова становится подвижной, в результате они этими ушами рулят. Вот рулить там тоже нужно, у птиц даже бывают рулевые перья. Да, у этих вот рулевые уши, они ушами рулят, когда летают. Шпоры у них довольно длинные, толстые, прочные. Имеется большая мышца, подтягивающая шпору. И имеется тормозной мешок. То есть подгиб межбедренной перепонки, тормозной мешок осуществляется с помощью подгибания длинного хвоста мускулистого. Мешок получается прочный, но небольшой при быстром движении воздуха. Вот этот узкий довольно мешок, который они образуют с помощью перепонки межреберной и хвоста, он тормозит. Ну и если бы большой был мешок, то вероятно бы он перевернулся в воздухе, а так у него небольшой мешок, за счет которого он сам себя еще притормаживает. Ну на самом деле, короче, получается у рукокрылых все на самом деле в полете участвует, все устройство тела под полет. И уши какие надо, там и голова, и шея, межбедренная перепонка, хвосты и так далее. Довольно крупный у них головной мозг, что роднит тоже с приматами, но нету борозд в головном мозге. Уже высшие приматы, они имеют мозг с большим количеством борозд, как у нас, что увеличивает поверхность серого вещества. У плотоядных видов, то есть те, которые охотятся на какое-нибудь мясо, у них глаза большие и зрение развитое. Но большинство видов маленькие глаза, и в основном ориентируются на слух. Слух это вообще такая штука именно млекопитающих, самый развитый слух обычно млекопитающих. Хорошо развитое сезание, в общем, после длительных опытов наука остановила, что рукокрылые способны к эхолокации. То есть обычно они видят плохо, они занимаются тем, что издают звуки различные, и по эху они определяют расстояние до различных предметов. То есть в принципе он видит ушами. Уши у них во много раз более разве, чем у нас. То есть они слышат малейшие звуки очень хорошо. Также было установлено, что осязание вообще ни при чем, и что полностью роль слуха, даже на осязание они не ориентируются, только на слух. Но у них тоже разный уровень развития этой эхолокации. Есть, допустим, такие достаточно примитивные шепчущие кожаны, которые постоянно шепчут, то есть издают сигналы 30-40 раз более слабые, чем по интенсивности, чем обычно мышь издает. Ультразвуковые и так далее. Пещерные крыланы издают только слабые ориентационные шумовые сигналы, но даже у этих, в общем, они хотя бы сигналы как бы коммуникацию осуществляют. Ну а как правило, они осуществляют все эхолокации. Причем механизм эхолокации уже у кожановых достаточно совершенный. Ну, человек воспринимает колебания с частотой от 20 до 20 тысяч герц, да? А кожаны, летучие мыши, они воспринимают до 150 тысяч герц. То есть они вот по этому показателю слышат, в принципе, в 8 раз лучше человека, кожаны. При этом они воспринимают не только ультразвук, но и отражение. Вот они на определенных частотах все время издают звуки, а по их отражению они определяют расстояние до всех предметов, в том числе до мелких. Они же мух едят, до мухи. Вот он точно определяет расстояние до мухи не глазами, а вот пищит и по эху, который от мухи отходит. Вот так хорошо слышат. Многочисленные опыты с ними проводили, выяснили, что они определяют форму предметов, размеры предметов. Они же умные, да, родственники приматов. Они хорошо запоминают, допустим, на каком предмете еда, и за счет этого с ними сложные опыты проводят. Ну вот выяснили, что они очень маленькие металлические квадраты отличают. Даже отличают по звуку ровные края у этих мишеней, да, или неровные края, отличают они. Они отличают даже, из чего состоит, допустим, они по эхолокации отличают алюминий или фанера. Ну, развитая эхолокация также у дельфинов. Вот поэтому, значит, у нас установлено, что дельфины и киты очень умные и, вероятно, имеют язык. Но нам трудно понять. Вот мы живем в основном в мире зрительных образов, у нас на них язык ориентирован. Они полностью в мире звуков. Соответственно, сами обозначения в их языке какие-то совсем другие, да. То, что мы воспринимаем все как отдельные объекты, во многом вот со зрением у нас связано, да. Они, видимо, какие-то потоки звуков мир воспринимают. В общем, не совсем понятно, но такие вот дела. И да, и летучие мыши, они все тоже на эхолокации живут. У них очень все это все весьма развито. Слышат шум крыльев летающего насекомого. Но тут ситуация такая, что сами по себе эти самые насекомые, допустим, крупные бабочки, они тоже, значит, в ультразвуке слышат. И бабочки слышат, допустим, вот эти звуки, которые издают летучие мыши и понимают, что за ними идут охотиться. Поэтому ночные бабочки тоже вырабатывают разные приспособления. Допустим, они складывают крылья, падают на землю, передают издавать какие-либо звуки. А если насекомое не жужжит, то его не может обнаружить летучая мышь. Но пока они летят, она все равно может успеть мышь их захватить. Кроме того, мышь тоже приспособилась. Когда она непосредственно атакует насекомое, оно пересдает звуки и издает. Когда оно уже определило цель атаки. Насекомое дезориентировано, оно же глупое. Вот насекомое слышало звук. Оно восприняло, что этот звук угрожающий. Оно начало куда-то улетать из этой зоны, или там притворяться мертвое и так далее. Пока она вот это все делает, внезапно звук прекратился. Тупое насекомое не понимает, что ему дальше делать. Вроде опасность миновала. На самом деле это означает, что мышь летучая прекратила звук и сейчас будет атаковать. В общем, у них там сложная уже идет игра. Когда она непосредственно ест, она никаких звуков не издает. То есть молча все. И когда непосредственно атакует, все совершенно молча делает. Когда съест насекомое, оно снова издает ультразвуки, осуществляет эхолокацию. Ну, рукокрылые произошли из тропиков, и у них с терморегуляцией плохо. Но, как правило, они в определенном диапазоне. Допустим, малый подковонос от 34 до 37 градусов. У него в таком диапазоне меняется температура тела. Когда они спят, у них снижается до 15-20 градусов. Примерно в холодных пещерах они спят. Они при этом терморегуляцию не осуществляют. У них снижается до 15 градусов. Но в таком состоянии они как бы квелые. Правда, как выяснилось, они в таком состоянии даже трахаться могут. Как они трахаются при минусовой температуре, никому не понятно. У них температура тела минусовая. То есть все процессы замедлены. Мозги у них при этом почти не работают. Во сне трахаются. Ну, есть у них тоже такое. Значит, зимняя спячка у них наступает. Зимняя спячка в убежищах, где достаточно холодно. От нуля до минус 10 градусов. Но у них разные виды по-разному проводят спячку. Обычно они все-таки не в куче там спят. А, как все знают, эти все картинки с летучими мешами, которые спят вниз головой на некотором расстоянии друг от друга. За вертикальную стену всякого убежища могут... Некоторые, между прочим, там не висят вниз головой. Вниз головой это наиболее, так сказать, эффектная такая фотография. Некоторые просто лежат там на какой-нибудь горизонтальной стене, забиваются в какую-нибудь щель. Но все-таки почему-то они ищут при этом всякие минусовые даже температуры. То есть холодные пещеры. И во льду спят, и у них у самих температура падает там до 15 градусов во время этой спячки. Ну, они также могут завертывать тело в свои крылья, закладывать уши под крылья, то есть сворачиваться, чтобы спать. Состояние глубокой спячки. Зверь холодный, неподвижный. Дыхание замедляется до 5-6 выдохов в минуту. 420 сокращений сердца у них нормально. Вот у нас, короче, сердце сколько бьется? 70, да? У них 420. А в состоянии спячки у него сердце только 6-7 сокращений. Ну, то есть головной мозг практически не снабжается кислородом, он ничего не соображает. Если его в руки взять, то он постепенно начинает просыпаться, если его отогревать. Начинает открывать глаза, двигать ногами, руками, что-то там пищать. И минут через 10 уже может летать, если его согреть в руках. Вот когда он, короче, на морозе, все, он спит. Но при этом установлено, что они иногда просыпаются. Могут есть там каких-нибудь насекомых, которые залетели к ним в пещеру. Они меняют свое место во время этой спячки. То есть вот вроде спит там, холодный, все, там ничего не соображает. А потом оказывается, что он переместился. То есть вот, видимо, просыпается там, как-то отогревается и летает. Даже обнаружено, что они могут из одной пещеры в другую при этом перелетать в период спячки. Ну, также у них разные виды по-разному. Некоторые действительно жиреют, и все, как медведь жирный, все, спит, короче, жир тратит. Некоторые при этом жиреют сравнительно мало, умеренно упитанные. При этом они часто пробуждаются во время спячки, летают над снегом при отрицательной температуре и так далее. Также установлено, что основной секс у них во время зимней спячки. Как они в таком состоянии к сексу способны, вообще загадка науки. То есть, в принципе, у него там гипоксия, мозг нифига не соображает. Видимо, периодически они просыпаются и начинают дурно трахать. Вот такие вот дела. Ну, тропические виды при этом при минус 8, конечно, не живут. Вот тропические виды, они в спячку не впадают. Если их в холодильник поместить, они там замерзают. А вот летучая мышь из нашей умеренной зоны, она просто заснет в холодильнике, потому что она при минусовой температуре спит. Ну, распространены они очень широко, кроме тундры, хотя происходят из тропиков, и в тропиках наибольшая их разнообразность. Вообще, 950 видов рукокрылых. Но все-таки в умеренной зоне где-то 8%, которые приспособились к умеренной зоне, спят зимой и так далее. И 90% экваториальный и тропический климат. В горах их, в общем, больше, потому что они любят пещеры. В лесах тоже их достаточно. На открытых пространствах они могут быть, но мало. То есть пустыни, степь они не любят. Они любят, где можно спрятаться. Ну, кроме того, я думаю, что в степи насекомых меньше. Они не строят никогда никаких гнезд, они поселяются в пещерах, и то, что строит человек, они считают за пещеру. Вот поэтому хорошо известно, что в церквях, в мечетях старых заброшенных летучие мыши поселяются. В шахтах они могут заброшенных поселиться. На чердаках у человека, даже если он там живет, могут, если там карнизы какие-нибудь, окна. Вот они любят, когда закрыто. Вот может он спать даже у человека всю зиму там где-нибудь под подоконником. В дупле он любит тоже, дупла деревьев. Ну, пещеру он любит, потому что там сравнительно устойчивая температура, там все, в общем, понятно. Значит, там будет все время минус 10, загрузился и спи в пещеру. Ну, кроме того, действительно, это убежище. Даже, допустим, северные пещеры, там, как правило, зимой не холодно. Температура где-то минус 10, которая устраивает. Ничего он там себе не отморозит. Короче, все спит зимой. А летом они вылетают из этих пещер, где-нибудь там в других местах прячутся, летом они в холодную пещеру не полезут. Вот они летают, ловят бабочек. Ну, есть такая Бахарденская пещера на юге Туркмении. Там есть большое подземное озеро, которое зимой нагревается. И зимой там 33 градуса, то есть очень жарко. Вот они-то в этой пещере летом живут. Летом там десятки тысяч всяких собираются летучих мышей разных видов. И живут там. А зимой они из-за высокой температуры не могут спать, поэтому они там над самим озером, над жарким, они, конечно, не спят. Они не могут там жарко. Но там есть какие-то боковые ходы в этой пещере, где достаточно холодно, и там они зимой некоторые могут спать. Опять же, летом они могут спать под куполами гробниц, мечетей, церквей. А зимой там очень холодно, меньше, чем минус 10. Это их не устраивает, и зимой они там не спят. А летом они там могут в прохладную ночь спать где-нибудь под куполом церкви, так скажем. Но, в принципе, некоторые привыкли к человеку и стали примерно вот как крысы, мыши, которые у нас живут. Некоторые голуби, воробьи постоянно живут. Вот и летучие мыши тоже постоянно живут, некоторые в жилище человека. Питание у них разнообразное. Есть виды, которые питаются фруктами и нектаром цветов. Есть виды, которые питаются кровью высших позвоночных, в том числе человека, то есть вампиры летающие тоже есть. Правда, не у нас, слава богу. Некоторые у них вампиры специализируются на мелких птицах, зверьках, сосуд крови мелких птиц, зверей. Но в основном все-таки они насекомоядные, и поэтому в основном они полезные. Насекомых он может сожрать много. Типичные у них, допустим, 1200 бросков за час, из которых в половине случаев промахиваются, получается, они съедают типично 500-600 насекомых в час. При этом он очень интенсивно. Ну, допустим, опыты проводили в лаборатории. Бурая ночница за минуту съела 20 мух. И часто она просто в течение секунды двух мух успевала съедать. То есть они очень быстро за этими насекомыми охотятся. Много-много съедают. Рыжая вечерница съела за полчаса 115 мучных червей. И все. В общем, до третьей массы они могут сразу сожрать, и они очень прожорливые. Они могут ловить достаточно крупных насекомых. Там жуков, больших бабочек и так далее. Хотя сами они достаточно маленькие эти летучие мыши. В основном они ловят летающих. Если плохая погода, ни черта не летает, они могут и не летающих. Причем ушан такой есть. Он ловит не летающих и в хорошую погоду. Пробегает по горизонтальной ветке дерева. Останавливается там, где есть эти самые насекомые. Эхолокацию свою осуществляет. И там съедает тех, которые по дереву, допустим, ползают. Как дятел. Обычно они кормятся в сумерках или ночью. Есть виды, которые ночью кормятся. Они вылетают один раз в сутки из убежища, которые ночью. Но вообще нормальное для большинства рукокрылых, что два раза в сутки утром и на рассвете. То есть сумеречное животное. Он днем где-то прячется, ночью где-то прячется и спит. А вот в сумерке и на рассвете вылетает пожрать. Обычно после заката солнце. И вечером они в основном охотятся за насекомыми, которые тоже вечером довольно все активны. Если насекомых много, ему вообще надо минут 15. Он очень эффективно и быстро охотится. Вот он за 15 минут нажрется и дальше спать пошел. Ну, это, короче, если их много, иногда где-то до часу. Но вот час это уже много для него. Час в день работает. Тунеядцы. Все, нажрались, короче, спать пошли. Куда-нибудь в какие-нибудь убежища. Вот в эти щели, в пещеры там и так далее. Все. Утром могут снова вылететь. Причем у них стадность, у них колонии, социальная определенная жизнь. И они толпой вылетают и толпой охотятся за насекомыми. В США есть пещера Баракенская, где в отдельные годы было по 20 миллионов летучих мышей в одной пещере жило. Но при этом они как бы так стадно вылетали группами. То есть первый вылет у них был где-то с 4 до 10 часов вечера. Они, так сказать, волнами вылетали, да, пожрать. И возвращались они уже там всю ночь в эту пещеру. Ну, правда, там все совершенно пахло мочой, естественно. 20 миллионов мышей срут и ссут там все. Мочой пропахло. Высокая влажность, естественно, пот. Температура до 40 градусов. Они все теплые, да. И все внизу было засрано. Ну, правда, вот когда их не говно, это все-таки удобрение. И оно очень полезное. Поэтому все время очищали. Вывозили это все для удобрения полей. Но 20 миллионов мышей, конечно, хорошо насрать могут. Ну, вот. Очищали, и они снова там поселялись. Поэтому как бы люди с ними договорились, что люди на удобрение вывозят то, что они там накакают. А таким образом люди очищали, в общем, пещеру этим мышам. И мышам тоже было хорошо. Пещера все время чистая. Они снова заселялись. Вот. Ну, опять же, Бахарденская пещера в Туркменистане, как я уже говорю, там 40 тысяч где-то жило. Навременно. Причем разных видов даже этих мышей. Ну, это такие как бы рекордсмены. Обычно у них все-таки, ну, тысяча, может быть, в стае. Дело в том, что прокормиться нужно на определенном расстоянии. Они в пещеры скапливаются, где особенно хорошая, так сказать, погода для них. Вот там они могут скопиться. Так, обычно у них стаи там несколько сотен, или, может быть, тысяча восемь. У них распространены смешанные колонии, когда они разных видов, разных видов летучей мыши. При этом они разные виды, охотятся на разных насекомых. Получается у них там разделение труда, и уничтожают в окрестностях всех насекомых разных, короче. Одни-одних, другие-других, да. Ну, у них высокое чувство коллектива. Вот, хорошо заметно, значит, они сигналами обмениваются, и много проводили тоже опытов, что точно, да, они все это ощущают как единый коллектив, верят тем сигналам, которые они друг другу подают, вот, и вообще переживают, когда у них какие-нибудь, их участники, их банды погибли там и так далее. Биология размножения напоминает приматов. Во-первых, у них две молочные железы, как у нас. У некоторых две пары, но обычно у них два соска, и у них половые органы самцов такие же, как у высших приматов, то есть в точности, как у нас у них половой орган у самца, что вот тоже, в принципе, означает, что, скорее всего, очень они близки к обезьянам. Вот, возможно, если бы от них произошли, мы бы летали. Может быть, они же, как обезьяна, бы тоже развили когда-нибудь разум, но не развили. Ну, в принципе, вариант такой был, что люди были бы летающими, короче, потому что они походят достаточно близко на обезьян. Ну, если они в тропиках, у них два раза в год рождают, да, два брачных цикла. Если они в имеренном климате, то один раз у них, ну, размножение раз в год рожает самка. При этом у них такая особенность, что у них можно, допустим, осенью был секс, а потом всю зиму просто сперматозоиды находятся у нее в половых органах у самки, и только весной уже, короче, от секса весной она уже рожает. Ну, разные исследования проводили, как у них брачный период проходит, и что интересно, допустим, как раз вот в Воронежском заповеднике обнаружили, что рыжие вечерницы, у них, в общем-то, это самый брак проходит довольно похоже на высших приматов, то есть на нас. Допустим, там у них самец вылетает из этой стаи, они обычно всей этой стаи подчиняются, а вот если секс, то это как бы дело отдельное. Самец вылетает, находит какое-нибудь дупло или прочее убежище, сидит в этом дупле и поет песню. На эту песню к нему прилетает самка, и какое-то время они вместе живут в этом дупле, и потом у них секс. То есть что-то типа семьи они образуют. Рукокрылые. Вообще у них самцы не гоняются за самками, как это часто у млекопитающих, когда практически весь секс это изнасилование. А там наоборот, значит, самец находит какой-то дом, поет там песню, и самка сама его находит. То есть у них там не мужчина за женщиной бегает, вот как у мышей, а вот наоборот, короче, женщина подбирает какого-то мужчину, судя по тому, как он поет и какой он там себе дырку нашел для жизни семьи. Ну вот, значит, это тоже все очень походит на приматов, и кроме того, они длительно живут без секса вместе и без детей. Что тоже вот как раз соответствует половому поведению обезьян, хорошо нам знакомому. Вот, и вот по вот этим всем признакам, да, говорят, что возможно все-таки они близки больше всего к приматам. Ну и да, я рассказывал, что основная масса самок, тем не менее, без семьи в период зимней спячки. То есть, с одной стороны, они что-то типа семьи образуются, с другой стороны, у них в основном весь секс, когда они зимой вообще спят бесчувственные. И предполагаю, что даже при этом активнее самки, чем самцы. В общем, все вот довольно странно у них. Когда она рожает, она кверху брюхом висит, самка, ушана, допустим, держится за потолок всеми конечностями, или может вертикально головой вверх, детеныш выкатывается, послед поедается самкой, крыланые рожают тоже, вися вниз головой, и сразу попадает, детеныш падает в крылья, то есть она его обнимает сразу крыльями. Ну, в неволе они с трудом рождают, иногда до 10 дней у них роды растягиваются в неволе, когда они боятся, видимо, и перепуганы. Детеныш крупный рождается, часто 40% массы матери, но он, естественно, летать не может, у него небольшой род, практически сразу пищит, у них вся коммуникация звуковая, они звуковые вообще-то звери, да. Обсох и сам ползет до грудного соска матери, у него молочные зубы, молочными зубами укрепляется на соске матери, и вот всё сосёт, короче. Держится за сосок, первоначально вообще не открывая рта. При этом некоторые самки в некоторых видах летают кормиться вместе с детенышем. То есть, короче, на двух сосках висят на каждом по детенышу, а она ловит насекомых, потому что жрать тоже надо. Всё. Потом они их начинают оставлять в убежище, когда они более-менее выросли, они их оставляют, допустим, в пещере детей, а сами улетают на охоту. Ну, у них охота недолго, там полчаса-часа, она потом возвращается, находит детей, кормит их. Ну вот, а когда все родители улетели на работу, то детеныши у них сбиваются в группы, образуя что-то типа детского сада, то есть толпой ходят, как у пингвинов. А потом мамки возвращаются и разбирают детенышей. Значит, сначала они их кормят молоком, потом они им притаскивают насекомых, чтобы они ели. И, как и у птиц, они очень точно находят именно своих детей по каким-то признакам. Но бывает, что у них некоторые самки кормят любого из голодных детенышей своего вида, который встретили. Причем даже обнаружено, что может и другого вида. То есть, обнаружено, что некоторые летучие мыши вообще виды летучих мышей плохо различают и плохо различают свои дети или чужие, и кормят просто всех детей летучих мышей, которые походят. Растут они у них очень быстро, за неделю вдвое увеличиваются дети, тело покрывается волосками, он у них голый рождается, уши вырастают, сначала он без ушей почти появляется, глаза открываются примерно на третий-шестой день, прорезываются нормальные зубы вместо молочных, мех у него появляется. Ну и где-то в конце второй недели он может самостоятельно нагреваться, а до этого он и прижимается к маме и пользуется ее теплом. Потом они линяют, у них появляется взрослый мех, ну где-то к 30-45 дням они могут уже полностью самостоятельно жить. Ну надо сказать, что в детстве у них высокая смертность, как и у человека. Ну и в целом у них продолжительность жизни, ну средняя лет 8. Самое, значит, там долгое, если их кормить, в неволе охранять, 24 года бурая ночница прожила, это максимум. То есть обычно они живут лет 9, если там за их здоровьем следит человек, но 24-20 лет они могут прожить. Рукокрылые. Естественных врагов мало, даже хищные птицы ими в целом брезгуют. Но как и у всех млекопитающих много паразитов, это прямо вот бич наших, вот нашего рода. Значит, видимо есть у них и глисты, но особенно много мух. Вот они мух едят, а есть паразитические специальные мухи, которые паразитируют конкретно на рукокрылых. Клещи всевозможные есть, причем клещи, которые именно на них живут, и общие клещи, которые на всех млекопитающих. То есть часто они клещами там этими покрыты. Клопы, вот тот же самый, есть постельный клоп, который у человека живет, тоже у них же в принципе не скапливаются там, да. Клопу тоже нормально, то есть много вот кусков мяса, которое можно обслуживать клопу. Наш постельный клоп, он также и окучивает летучих мышей. Есть нетопыривый клоп, который специально вот по нетопырям. Но из-за большого количества паразитов появляются также те, которые этими паразитами питаются. У них там складывается биоценоз в местах убежища. То есть допустим дупло дерева занято колонией вечерницы, допустим летучей мыши. Там множество блох, клещей, клопов, кожановых мух. Потом на личинке этих мух охотятся хищные жуки. Зверьки все время чешутся, эти паразиты падают, их ловят многоножки, которые тоже в этом дупле. Потом свежий помет этих мышей летучих. Там естественно заселяются мухи, которые на любое говно заселяются. То есть получается сложная какая-то система экологическая, состоящая из нескольких уровней насекомых, которые от этих мышек питаются. Также допустим Бахарденская пещера упомянута. Там вообще 40 видов этих летающих мышей. Вокруг них еще огромные всякие всевозможные паразиты. Как индивидуальные, так и общие. В общем довольно бывают сложные. У них там системы экологические. У человека тоже допустим любая квартира сложная экологическая система, где тараканы, пауки, мыши могут завестись. Еще и человек кошку притащит. И вообще, короче, прям лес получается. Все друг друга едят. Вредные из них вампиры, которые пьют кровь человека. И тут опасно даже не кровь, они мало, все равно выпьют, а вирус бешенства они могут передавать таким способом. Потому что пьют кровь, а бешенство нынче не лечится. Есть плодоядные, но они едят обычно плоды диких деревьев, которые человек не использует. И едят, они их срезают, эти плоды, они шумные, переносят в какое-то место, где они сидят. То есть они по воздуху таскают эти плоды. При этом мелкие семена распространяются. Потому что, ну как птицы вот таскают плоды, за счет этого семена распространяются. Вот летучие мыши тоже. Длинноязычные листоносные опыляют растения. Тут уже когда растения рассказывал, говорят, что летучие мыши тоже опыляют. Тоже это опылители. Что касается в умеренной зоне, где у нас они не опыляют, но они у нас очень полезны, потому что уничтожают насекомых. В том числе комаров, которые нам нахер не нужны, москитов, там всяких мух и так далее, в огромном количестве они едят. Бабочки тоже, по большей части, все вредители. Жуки все там сплошь на деревьях паразитируют. Поэтому все полезное для человека очень. Они очень прожорливые. К тому же они стада образуют. Поэтому если там есть какие-то убежищи по пещере, они там скапливаются. Разные виды скапливаются, уничтожают всех насекомых в округе. Это хорошо зафиксировано. Кроме того, их помет – это качественное удобрение, которое по содержанию азота и фосфора превосходит все другие удобрения. То есть, именно помет летучих мышей, допустим, в пещерах Кавказа, Крыма, Карпат, Средней Азии – все очень хорошее удобрение. Можно из пещеры вывозить. В Америке так и делают постоянно. И использовать как удобрение полей. Лучше гораздо, чем навоз у коровы. Также у них интересные приспособления. Допустим, они могут понижать температуру тела. И это тоже интересно. Понижение температуры тела используются для лечения ряда болезней человека. Возможно, понижение температуры – это путь к преодолению старости. Потому что по некоторым гипотезам мы умираем, потому что перегораем. Если температуру снизить, мы прожили бы дольше. У них вот эта эхолокация – очень интересное приспособление. И изучают их постоянно ученые, чтобы их приспособление использовать, допустим, для человека. Тоже вот эхолокацию сделать развитую. У них хорошо развитая географическая ориентация. Допустим, они сразу интересуются, куда лететь. В отличие от птиц, они самые к нам близкие. Вот, может быть, какие-то такие приспособления у человека тоже будут. Но проблема еще с убежищами. Вырубают деревья. Они же в дуплах живут. Устраивают какой-нибудь там туризм в пещеру в результате летучие мыши разбегаются. Поэтому рекомендуется делать им специальные дуплянки, делать им специальные убежища, вообще разводить их, подкармливать. То есть, летучие мыши, они выглядят странно, но они на самом деле нам полезны. И так же, как птичек, рекомендуется им делать вот какие-нибудь, ну, не скворечники, это называется, а дуплянки, делать им убежище, подкармливать их и так далее. То есть, в принципе, они наши друзья, никого вреда от них нет. Единственное, что трогать их не надо, они стопудово какими-нибудь мандовожками покрыты, какими-нибудь клещами и прочим каким-нибудь говном. Ну, все, в общем, вот это общее описание и дальше будут отдельные виды.